Приветствую вас! Знаете, Виктория для меня, для меня остается несколько загадкой, то, для чего вы, пройдя курс у Павла Федоренко, обращались после этого к еще другим психологам и рассказывали им о том, что вы делали. Начнем с того, что если у вас тревожное расстройство, как вы говорите, то не онлайн-курсы нужно проходить, а обращаться к психотерапевту за назначением в первую очередь медикаментозного лечения, и уже после этого проходить психотерапию, но ни о каких онлайн-курсах речь не идет при тревожных расстройствах, потому что это психическое заболевание, если у вас именно тревожное расстройство, то есть если есть диагноз у вас. Дальше. Что касается самих методик, предложенных вам Павлом Федоренко, я не скажу ничего. Это его подход, это его позиция. Вот. С моей точки зрения, его методы, в частности, до упражнения цинами, о котором вы говорили, не является чем-то противоречащим психологической концепции психологической науки, в отличие от того, что мысли материальные, что противоречит психологической науке. Но в моем представлении тревожное расстройство в некоторой степени представляет из себя недоверие человекам самому себе. То есть, человек, грубо говоря, самому себе не доверяет. Человек, грубо говоря, ну, как-то вот он, знаете, игнорирует, что ли, те вещи, которые происходят с ним. То есть, тревога, это когда человек просто не прислушивается к своим чувствам, не прислушивается к своим желаниям. Вот. Тревога, тревога связана, как правило, с этими аспектами. Вот. И здесь важно работать именно с причинами тревоги, а не с ее, например, последствиями. И мне почему-то показалось из вашего описания, что в большей степени вы свои ресурсы направляете именно на то, чтобы работать с следствием проблем, а не их причиной. То есть, причина тревоги, если мы говорим о психологической составляющей тревоги, заключается в игнорировании человеком тех историй, которые его как-то задевают. Я не говорю сейчас о патологии, я не говорю сейчас об этих вещах. Это, пожалуйста, учитывайте. Вот и все. Поэтому, ну что же я могу вам сказать? И не совсем понятно, вот, значит, как чего вы хотите от нас. То есть мы точно такие же психологи, как и другие. Только с разными взглядами. Вам не нужно знать, где правда, а где нет. Вам нужно следовать тому, что вам помогает. А вот получается, что вам что-то помогло, а вы пытаетесь... Я даже не очень понимаю, что вы пытаетесь делать. Вот. Вот вы прошли курс у Павлов Фидоренко. И зачем-то потом обратились еще к другим психологам. Да не к одному. Что я совершенно точно могу сказать, это то, что психология, как наука, не считает, что мысли материальны. Вот. Психология рассматривает психосоматику, но психосоматика это не... В материальном смысле. Это немножко другая история. Ну, это немножко другое. Вот. Понимаете? Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. КОНЕЦ